Здравствуйте, студенты! Сегодняшняя тема у нас называется «Исполнительные устройства, мехатронные модули движения». Основные вопросы сегодняшней лекции – это исполнительные устройства мехатронных систем, пневматические мехатронные модули движения, электрогидравлические мехатронные модули движения. Исполнительные устройства мехатронных систем предназначены для получения требуемого механического движения. Ниже рассматриваются исполнительные устройства, представляющие модуль мехатронных систем, состоящие из системы управления и информационно-измерительной системы, относящихся к исполнительному уровню из источника, аккумулирующего механическую энергию, а также дополнительных механических устройств в виде муфты, тормоза и передаточного механизма. Это все указанное исполнительное устройство называется мехатронным модулем движения. У вас на экране показана структура механического модуля движения, которую я рассказывала. Структурные мехатронные модули движения может быть как в составе мехатронных систем, так и использоваться самостоятельно в составе других технических устройств и различных машин. В отношении разнообразных терминологических понятий, встречающихся в литературе, следует отметить, что управляемые исполнительные приводы, сервоприводы, сервомеханизмы, следящие приводы, это все они имеют признаки, характерные для мехатронных модулей движения. Поэтому могут быть с полным основанием отнестись к мехатронным модулям движения. Мехатронные модули движения являются базовыми функциональными элементами мехатронных систем, которые определяют свойства и возможности всей мехатронной системы. Естественно, что на современном уровне развития общества и в связи с высоким уровнем технологического процесса мехатронной системы и в целом к мехатронным модулям движения, в частности, как представителям области высоких технологий, предъявляются повышенные требования по различным показателям. Так, например, мехатронные модули движения должны работать в условиях переменных динамических характеристик, в то же время они не должны реагировать на возмущающиеся факторы в условиях больших динамических нагрузок. Это у нас мехатронные модули движения должны обеспечивать демпфирование этих нагрузок. Это все у нас модули мехатронного движения. Важным требованием, предъявляемым к мехатронным модулям движения, является то, что он должен иметь высокие отношения мощные к массе, снижение общей массы и размеров является тенденцией, характерной для мехатронной модули движения. Так как мехатронные модули движения аккумулируют механическую энергию, в результате которой выполняются управляемые движения, к мехатронным модулям движения предъявляются такие требования, как быстродействие, плавность движения, повышение нагрузочной способности, отсутствие вибраций и так далее. С точки зрения эксплуатации модулей мехатронных движений должны обеспечивать задаточную точность движения, не должно быть источниками повышенного шума, быть удобными и безопасными в эксплуатации. Исходя из требований конъюнктуры, например, рынка мехатронных модулей движения, должны иметь низкую стоимость, соответствующий дизайн, иметь удобный человеко-машинный интерфейс. Вообще на практике встречается множество мехатронных модулей движения различного назначения. Они отличаются по многим признакам. Основным отличительным признаком является источник, аккумулирующий механическую энергию. По этому признаку мехатронные модули движения делятся на пневматические, электрогидравлические и электрические. В состав некоторых мехатронных систем могут одновременно входить разные по этому признаку мехатронные модули движения, а также микроприводы. Теперь остановимся более подробно на каждую из этих мехатронных модулей движения. Первый у нас пневматические мехатронные модули движения. Пневматических мехатронных модулей движения источником, аккумулирующей механическую энергию, является пневмодвигатели линейного и вращательного движения. Областью применения электрогидравлических мехатронных модулей движения является промышленная робототехника, приводы с небольшим требованием по точности, а также приводы двухпозиционных механизмов, это у нас клапаны, захваты и так далее, и простейшие производственные автоматы. В состав пневматических мехатронных модулей движения могут входить для непосредственного исполнения механического движения. Это у нас могут быть пневмоцилиндры односторонного и двусторонного действия, и неполноповоротные пневмодвигатели, пневмомоторы, мембраны, камеры и другие. В качестве исполнительного устройства для управления и функционирования двигателей входит распределительная аппаратура, различные пневмоклапаны, пневмодрюсели, индикаторы и реле давления, аппаратура для подготовки воздуха и другие. Для управления пневматическим модулем мехатронного движения может использоваться модуль, например, микропроцессорного управления, а также система управления, основанная на встроенной автоматике. Это все у нас представлено на следующем рисунке. Например, схема показывает принцип действия пневматического мехатронного модуля движения. Положение штока пневмоцилиндра измеряется потенциометром, оно обозначается как ПД, сигнал, от которого подается сервоусилитель. Это у нас показано как СУ сокращается. И различные источники. Это у нас питающимся от источника питания. Это сокращенно и по сервоусилитель подает сигналы на сервораспределитель. Сервораспределитель у нас сокращается как СР. Все это у нас показано в этом рисунке, который вы видите на экране. Воздух, ток, СР, это сервораспределитель, это П у нас потенциометр и так далее. Основными достоинствами пневматического мехатронного модуля движения является это у нас быстродействие, возможность управления силой на выходе, простота конструкции, не требующая дополнительных механических передач, простота в эксплуатации, пожарная и взрывная безопасность, возможность применения струйной автоматики и так далее. Однако существуют причины, ограничивающие применение пневматических мехатронных модулей движения. Пневматические модули мехатронных движений имеют ряд существенных недостатков. И главный из них, что из-за сжимаемости воздуха нельзя получить движение из позиционирования заданной точности. Кроме того, пневматические модули мехатронных движений имеют низкую входную мощность на выходе. Это обусловлено низким рабочим давлением, не могут обеспечить плавность движения, требуют наличия устройства для подготовки воздуха. Тем не менее, в будущем, возможно, могут быть созданы устройства и элементы пневмоавтоматики для расширения области применения пневматических мехатронных модулей движения. Теперь следующее. Это у нас электрогидравлические мехатронные модули движения. В электрогидравлических мехатронных модулей движения в качестве источника, а аккумулирующую механическую энергию, применяются гидродвигатели линейного и вращательного движения. Основные теории электрогидравлических мехатронных модулей движения достаточно показаны, подробно изложены в работе Казмиренко. Это у нас электрогидравлические мехатронные модули представляют сложную систему, поэтому ниже рассмотрена лишь краткая структура, принцип действия и отличительные особенности электрогидравлических мехатронных модулей движения. Исполнительная часть электрогидравлических мехатронных модулей движения или силовая часть состоит из гидродвигателей с объемным и друссельным регулированием распределенных устройств, предохранительных клапанов, фильтров, гидронасосов и других вспомогательных устройств. Структурно-функциональная схема электрогидравлических мехатронных модулей представлена у нас входной сигнал, поступающий от иерархический, потом, затем у нас сигнал переходит через устройство сравнения программного сигнала информации с датчиками усилителя и в виде напряжения. Все у нас это подает через устройство сравнения информации от датчиков скорости движения. Или у нас после усиления поступает в виде напряжения на следующие устройства. Электрогидравлические мехатронные модули движения имеют следующие достроенства. Это высокая энергоемкость, быстродействие, простота конструкции и возможность применения агрегатно-модульного принципа при конструировании и сборке, жесткость статических нагрузочных характеристик и за свойств малой сжимаемости рабочей жидкости. Не требуются механические преобразователи движения, снижаются у нас клапаны, системы и так далее. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания.